Если вы помните, друзья, я сделал ролик о махинации блогера Велес Мастер, когда он в начале 2019 года несколько недель выпрашивал донаты у подписчиков, якобы пытаясь сделать подарки детям в детском доме. Кстати, лишний раз говорю вам, если кто-то у вас что-то выпрашивает, а у вас есть желание сделать подарки детям, лучше сделайте их сами. То есть в вашем городе наверняка где-то есть какие-то учреждения детские, куда вы можете приехать и что-то подарить, увидеть этих благодарных детей сами. Ну, не доверяйте разного рода интернет-мошенникам. Было очевидно, что Велес просто под этой сурдинкой пытается сорвать куш побольше, ну и дальше думал, что все это сойдет на нет. В конечном счете, несколько блогеров сделали об этом ролике, он активно жаловался на этих блогеров, люди поудаляли эти ролики из-за страха за свой канал, ну и вот таким образом удалось ему эту историю замять. Но, как я и предполагал, человек такого типа, это наверняка не только собиратель донатов. И действительно так оно и выявилось. После моих двух роликов, так называемых «разоблачительных» о Велесе, мне написал человек, который столкнулся непосредственно в отношениях купли-продажи изделий у этого самого Велеса и тоже был обманут. Сначала этот человек попытался взывать, так сказать, к совести. Дальше он сделал вторую ошибку. Он обратился к блогеру Аиши. Конечно, этого не нужно было делать. Он не знал, что это одна бригада. Я всегда говорю, Велес, Аиша, Будильник – это три близких человека. Скажем так, они всегда и во всем поддерживают друг друга. Ну, Аиша, а в этом уже лично я убедился. То есть, если вы просите этого блогера, допустим, что-то не опубликовывать, то можете быть уверены, что она как раз-таки наоборот это все опубликует. Удивительный экземпляр женской наглости. Этот человек обратился к ней, так как они столкнулись в стриме, ему показалось, что она его понимает, чтобы она сделала ролик о нечистоплотной работе Велеса, именуемого себя мастером, но, конечно, никаким мастером этот человек не является. На что блогер Аиша, близкий друг, подруга Велеса, попросила все изложить в подробности. Они переписывались в ВКонтакте, он все ей написал. В результате она взяла и все это, вот эти все сообщения, передала как раз-таки Велесу. Начались звонки с угрозами, чтобы он прекратил искать блогеров, кто бы сделал ролик о работе Велеса, что возмутило, естественно, этого человека еще больше. Во-первых, подлость Аиши, он думал, что этот разговор останется между ними, ну и затем наезды со стороны Велеса, здесь все очевидно. После моего разоблачительного ролика о Велесе, этот человек решил написать мне, и вот так, немного разобравшись в этой истории, я думаю, что стоит посвятить этой истории отдельный ролик. Ну и прошу тех, у кого есть возможность, если у вас есть социальные сети, распространите этот ролик, потому что человек, я имею в виду Велес, пытается зарабатывать на изготовлении кожаных изделий, а при этом обманывает людей и ставит их в очень неудобную ситуацию. Это не просто выдуманная история, сам Велес в своем стриме упоминает этого человека и конфликт с ним. Но упоминает он его, здесь нужно понять, естественно, обеливая себя и очерняя этого человека. Точно так же, как в истории с деньгами для этих деточек из детдома, где он, в общем, нелицеприятно отзывается от тех, кто задонатили ему и стали требовать деньги назад, естественно, они оказались и лохами, и идиотами, и что теперь требуете, сначала дарите, потом назад. Точно так же и в этой истории он выставляет себя в хорошем положительном свете, а человека, который заплатил ему и сделал заказ, называет его просто свысока нисходительно какой-то там казах, ну и так далее, и так далее. Как-то это все произошло очень интересно. Этот человек вдруг захотел у меня сделать заказ кошелька. Нет, у меня никогда нет ничего готового, потому что я делаю исключительно по заказу. То есть мне заказали, я сделал, отправил. Если делать, ну ты же видишь, у каждого свои предпочтения. Ты хочешь именно такой, и каждый человек так же выбирает. Кому-то там два карманчика, кому-то три карманчика. А так, да, фотки скинь, я посмотрю, скажу тебе цену, и ты мне, как сказать, очень-очень даже поможешь, потому что у меня реально сейчас, без преувеличения, у меня сейчас лежит 100 рублей. Я жду 3-4 заказа где-то, которые вот-вот должны сделать. Вот, поэтому было бы замечательно. Как-то это все произошло очень интересно. Этот человек вдруг захотел у меня сделать заказ кошелька. Айша, приветствую. И вот, когда он мне прислал видео кошелька своей жены и сказал, что ему этот кошелек нужен на 25-летие, и после того, когда он мне скинул видео, скинул свои пожелания, как он хочет и что хочет, он мне задает вопрос, когда уже все готово, я ему показываю, отправляю видео, и после этого он мне задает вопрос, говорит, слушай, а какой высоты кошелек? Я говорю, ну 10 сантиметров. А почему 10? Он говорит, ты, наверное, типа со мной шутишь или играешься со мной. Зачем ты меня обманываешь? Я опять ему объясняю, говорю, ну подожди, я потратил время, все это разжевываю. Он со мной по скайпу связывается. Опять начинает меня как ребенка отчитывать. Вот ты видишь, ты сделал 10 сантиметров, а надо было 11. Я говорю, ну я же не знал. В этом своем стриме, который посмотрело, ну, больше тысячи человек, Велес берет и показывает частную фотографию этого человека. Вот этого делать категорично нельзя. Когда вам пишет кто-то из подписчиков или просто человек, может быть, рассказывает свою историю, он все-таки вряд ли думает о том, что эту историю узнает весь свет. Человек доверяет блогеру в данном случае, а блогер так подло поступает. Фото Казаха в студию. Сейчас поищу, мне где-то фотографию отправлял свою. Так, где же он есть? Немножко Зах. Вот он. Вот я вам сейчас покажу, как он выглядит. Нет, фотка не левая, потому что я его находил на фейсбуке, в Одноклассниках. Вот это вот он и есть. Поэтому первое, что я посоветовал этому человеку, пожаловаться на этот канал. И, ну, у кого есть желание, сделайте это точно так же. Есть правила YouTube, нарушение конфиденциальности, и вот в данном случае это Велес нарушил это правило. Я надеюсь, что YouTube на это отреагирует, хотя из своего опыта знаю, что банят принципиальных людей, честных блогеров, а вот разного рода мошенники почему-то на YouTube процветают. Ну, давайте поближе к истории. Дело в том, что история, в общем-то, незначительная, но речь не о больших и все-таки деньгах. Что произошло? Человек из Казахстана, узнавший о Велесе-мастере после истории с Вадимом Харченко, узнал, что он занимается изготовлением кожаных изделий. Велес пожаловался ему, что, дескать, дела идут не очень хорошо, вот последние 100 рублей в кармане, и сам этот человек говорит, что ему стало жалко его, и они решили женой заказать у него кошелек. Сфотографировали кошелек, который у них уже был, и попросили сделать такой же, только новый. Написали все размеры заранее, обговорили все детали, какая будет молния, будет ли в кошельке зеркало или нет, и так далее. Когда все было обговорено, Велес сказал, что нужно выслать деньги заранее. Человек выслал деньги, и Велес подтвердил получение этих денег, и начал делать кошелек. Но когда он его сделал, он сделал его меньшего размера, ну просто сэкономил на коже, и в результате купюра в 20 тысяч тенге в этот кошелек не поместилась бы, или поместилась в смятом виде. При том, что мне в письме человек пишет, что если бы это был настоящий мастер, то он должен был думать, что 11 сантиметров – это уже размер внутреннего кармана, куда должны ложиться купюры. Соответственно, вырезать эту кожу нужно было 11,3 или 11,5 сантиметров, то есть еще больше. На что Велес стал возмущаться, и пошла волокита. Не захотел переделывать изделие, начал отодвигать сроки, сделает или не сделает. Давайте сейчас послушаем немножко письмо, которое написал мне этот человек. Я обещал ему, что завтра через компьютер отправлю деньги 29.08.2019. Итак, я отправил ему деньги, 4 тысячи рублей плюс 133 рубля удержали в качестве комиссии. Итого 4133 рубля. Он подтвердил получение денег и написал на ватсапе, что начинает работу. Я отправил ему видео, где указал размеры кошелька. Все это могу подтвердить видеоматериалом. Мало того, что он вместо вначале замеренных 11 сантиметров взял почему-то 10, и мои опасения оправдались, он сделал брак. После второго изготовления он начал грубить, оскорблять, материться. При звонке стал игнорировать меня, не поднимать телефон. И все это время, до 10.09.2019, тянул время. Нет возвращенных денег и самого кошелька. А здесь я замечу про себя, что на стриме он рассказывает, Велес рассказывает совершенно другую историю, что, дескать, к нему там предъявляли какие-то особенные условия, особенные претензии, что он обещал сделать за два дня, за три, но человек не согласился. А здесь, очевидно, мы видим, что деньги были переведены 28 августа, но до 10 сентября еще ничего не было сделано. Мне ничего не оставалось сделать, пишет человек, как по интернету найти отдел полиции Калининского района, Краснодарского края, позвонить, устно сообщить о происшедшем, попросить разобраться с ним, объяснить ему, что в случае невыполнения договоренностей я оставлю за собой право обратиться в суд с исковым заявлением за ненадлежащее исполнение возложенных на себя обязательств. Я очень пожалел, что вообще связался с этим человеком. В этом своем стриме, где он выставил меня, он сравнивает меня то с какими-то блогерами, то считает меня засланным казахом, то с каким-то УПГ. Жалкий, гадкий, трусливый человек боится правды. И вот как мне кажется, это был... человек хотел меня привлечь, так сказать, к ответственности, но, увы, просто написав заявление на меня и обвинив меня в том, что я там что-то не вовремя сделал, потому что тебе хотелось, например, сегодня я отправил изделие завтра, но это только твои хотелки. На обложке его канала написано «За закон и порядок против лжи и лицемерия». Это явно не про него, это нужно применить в первую очередь в отношении его самого. 10.09.22.30 Велес отправил мне сообщение на WhatsApp, где написал «1280 рублей отправляясь за перевод, для международных отправлений нет наложенного платежа». Теперь он шантажирует меня тем, чтобы под конец еще что-то содрать. Получается, главное, вначале ему отправили деньги, а дальше он будет говорить, что не знал, как работает почта. То есть он хорошо устроился, а ведь вначале, когда он просил сделать заказ, он писал следующее «Отправлю наложенным платежом по почте, саму доставку оплатишь, думаю, будет стоить не больше, чем 350 рублей». Мы, когда покупали клатч с интернет-магазина, мне без проблем прислали из Подмосковья наложенным платежом, то есть недорого, а 1280 рублей это по нашим деньгам приблизительно 7603 тенге. На эту сумму я здесь новый кошелек куплю хорошего качества. Перевод наложенным платежом был, всегда существует и между странами, но Велес требует выслать ему дополнительные 1280 рублей. Деньги в целом небольшие, как вы видите, за сам кошелек и за пересылку, но здесь важен принцип, что сначала говорится одно при заказе «Закажи у меня кошелек, наложенный платеж будет тебе не слишком дорого». Дальше выполняется не тот заказ, который человек просил, а человек указывал размеры. При повторном изделии начинается не просто волокита, но и матершина, оскорбления и угрозы. Затем, когда изделие все-таки вроде бы сделано, но я так понимаю у людей уже настроения просто на этот кошелек нет, еще и информация, что нужно выслать дополнительные 7603 тенге для того, чтобы этот злочастный кошелек дошел все-таки до Казахстана. Ну и чем закончилась эта история? Значит, 10-9 они переговорили с Велесом, тот потребовал дополнительных денег. Теперь человек пишет дальше. 17-9 2019 я позвонил в дежурную часть и дежурный Гусейнов сказал мне, что мне отказано возбуждение уголовного дела. Я при этом сказал, что у меня не было цели возбудить уголовное дело. Моя цель это, чтобы мне либо отправили изделие, либо вернули деньги. Я попросил номер телефона все-таки участкового и дежурный поискав предоставил мне номер телефона Намечкиной Екатерины Геннадьевны. Участковый уполномоченный Намечкина сказала мне, что вынесла соответствующее постановление. Так как претензия со стороны заявителя, то есть меня, не было удовлетворена, деньги не возвращены, изделие получателю не отправлено, я готовился обратиться в суд с исковым заявлением на Марченко Сергея Григорьевича о ненадлежащем исполнении возложенных на него обязательств. Участковый инспектор Намечкина, проявив дипломатичность, человеческое понимание путем переговоров лично решила данный инцидент, она забрала кошелек у этого подонка Велеса и сама за свои деньги отправила его мне. Квитанцию и чек выслала мне по ватсапу. И я, как заявитель, надеюсь, что скоро получу заказанное изделие. И я уже отслеживаю перемещение этой посылки. Я подготовил Екатерине Геннадьевне благодарственное письмо. Если будет ролик, пожалуйста, без моего имени и фамилии, я не публичный человек, просто можно сослаться на субботний стрим этого Велеса. Хотел бы, чтобы вы упомянули про участкового инспектора, которая сама лично все решила. И чтобы вы упомянули про Аишу Алан, как она непорядочно поступила, слив доверившегося ей человека. И так, упоминаю, намечкина Екатерина Геннадьевна за свои личные деньги выслала эту посылку. Никто, конечно, не запрограммирован из нас, что вы нарветесь на непорядочного блогера или нарветесь на мастера, который сделает не то изделие. Что нужно вынести из этой истории? Что, во-первых, если вы хотите добиться справедливости, даже если вы живете в другой стране, в данном случае в Казахстане, нужно пытаться добиваться справедливости и законности во всем. Это очень важно. Ну, а дальше, благодаря интернету, мы можем распространять как и хорошую информацию, так и плохую. Если кто-то достойен рекламы, нужно поощрять этого человека и наоборот. Если человек поступает нечистоплотно, если он не выполняет обязанности, которые на себя берет, тем более, если речь идет о деньгах, даже если речь идет о небольших деньгах, здесь очень принципиально, что если ты берешься за что-то и человек присылает тебе деньги, заранее доверившись, что ты сделаешь правильно свою работу и дальше начинается подобное поведение, то, конечно, это нужно осуждать и распространять информацию, чтобы другие люди, не дай бог, еще раз не столкнулись с таким горе-мастером. Ну вот это и все, что я хотел сделать. Меня тронуло письмо этого человека, так как с ним некрасиво обошлись даже два блогера, ну, теперь нужно немножко попытаться восстановить справедливость. И такие, как Велес, недооценивают возможности нынешнего интернета, что люди не только могут делиться информацией, но и предоставить телефонные разговоры, копии, переписку, в том числе матершину и так далее. Я не собираюсь все это выкладывать сейчас здесь в YouTube, но человек предоставил мне все, что было необходимо, и поэтому лично я, вот конкретно этому человеку, этому письму я доверяю. Как видите, плохие люди группируются, поэтому мы хорошие люди тоже должны держаться друг за друга. Всего доброго, пока. вы не забывайте ставить лайкосики и можете даже немножечко ради моего удовольствия и вашего задонатить абсолютно любую сумму денег. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!